У вёсцы Церуха Гомельского района День перемоги отзначили жалобным митингом калибратских могилок, где похованы 545 воинов. Сирот их лейтенант Иван Семёшин. 33 годы известный объем шукал племенник Александр, который проживает в Калининграде. Сегодня он завитал на свято, ка бадать Данину по ваге и узгадать добрым словом своего дядьку. Так само у вёсцы Церуха отбылася яшедно знаковая падея – открытием мемориального знака имя Александра Вологина, героя Советского Союза, який загинул в боях под Гомелем. Дмитрий Котов протягнет. На территории Гомельского района похованы каля 9 тысяч советских воинов и партизан, які змагалися с фашистскими оккупантами. 545 из них знайшли свой опошний притулок у вёсцы Церуха. На братских могилках размещено имя лейтенанта Ивана Семёшина. Его племенник Александр шукал дядьку 33 годы. Когда нашли, я нашёл. Мне сообщили это днём. А вечером, я думаю, я позвоню дяде. Он по Нижней Новгороду искал, я по Калининграду. И когда я решил позвонить вечером, вместо того, чтобы я позвонил, мне позвонили, что дядя умер. Инсульт. Поэтому вот эту радость он, конечно, не услышал и не увидел. Побач с братскими могилками похованы Александр Вологин. Уродженец Самарской в области примал удел у форсирования СОЖа. Кулемётным огнём прикрывал наступление советских войсков. За свою отвагу был узнагороджен и званием Героя Советского Союза. Увёз Сычерюха Александр Вологин соправданная легенда. Приклад для усих же хоров. Самоотверженный поступок совершил. И он умер, не зная, что он герой. То есть всё это уже пришло после его смерти. Мини-музей временной Великой Отечественной войны в школе существует. Все местные жители, школьники, все знают, кто такой Вологин. И что он отдал свою жизнь за освобождение, в том числе и населённого пункта Сычерюха. Историк Вера Витикова, которая около 30-ти годов працевала у мясовой школы, провела веализную доследшую работу. Как высветлилась об том, что Александру Вологину присвоено звание Героя Советского Союза, не ведали ни батьки, ни знакомые. Только наприконцы 50-х годов эта информация стала ведома. В 59-м году, когда пришло распоряжение Совета Министров Белоруссии, нашей Белорусской Республики, все могилы, которые находятся на берегах рек, в лесах, в степях, вскрывать и останки переносить в братские могилы вдоль трассы. Для чего? Для того, чтобы каждый мог поклониться. Вскрывают могилу Александра Вологина, находят его паспорт солдатский, гильзу. И в этой гильзе бумажечка, а это был 59-й год, учтите. И мужчины нашей деревни решили, ну что ж, бумажечка отправим в архив Министерства обороны, в Подольск. Отправили, а оттуда приходит бумага. Это не просто сержант Вологин, это герой Советского Союза Александр Дмитриевич Вологин. Еще одна спроба ушановать память героя Советского Союза открытием мемориального знака. Сегодня его расисты презентовали перед жихарами везки. Решение об открытии мемориального знака, присвеченного памяти Александра Вологина, принято на сельском сходе. Идею жихары подтримали одиноголосно. Финансовую допомогу оказали мясцовые предпринимательники. Дарейший головная улица везки Теруха так само носит имя Александра Вологина. Открытый мемориальный знак – это живая память на шаткал. Подтверждение можности, героизму и самоотданности воинов-вызволителям, которые смагались за махчимость сегодняшних белорусов жить и працевать в мирный час. Об этом необходимо за все ды память и никогда не забывать. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокомпания «Гомель». Продолжение следует... Продолжение следует...